Раковые регистры Раковые регистры Раковые регистры Раковые регистры Информатизация, мы все знаем ее плюсы, у нас в принципе уже достаточно высокий уровень информатизации в онкологии, это позволяет нам получать большое количество данных из медицинских информационных систем, из раковых регистров, из фонда обязательного медицинского страхования. Мы все с вами уже прекрасно понимаем, что невозможно принимать решения и управлять оказанием медицинской помощи, не имея объективной информации. Для этого нам необходимо иногда объединять данные из разных источников, соответственно это позволит нам лучше понять ситуацию с оказанием онкологической помощи, отследить каждого конкретного пациента, оценить в том числе эффективность проводимой лекарственной терапии, применение различных препаратов, технологий. Но однако у нас есть и проблема, что большинство источников не имеют между собой прямой связи, не позволяют проводить вот эти вот обогащения, отсутствуют методические пособия для врачей, которые помогали бы описывать существующие бизнес-процессы и работать с такими большими наборами информации. Это то, что как раз Ирина Шамильевна сказала, что действительно эксперты, которые работают над цифровкой клинических рекомендаций, не всегда понимают, как потом эти клинические рекомендации должны быть перенесены в информационную систему. Здесь у нас, ну мы с чем-то согласны, с чем-то не согласны, например, все-таки на наш взгляд необходимо привлекать не только разработчиков к формированию системы по оцифровке клинических рекомендаций, но в том числе экспертов из медицинских организаций, например, онкологического профиля, которые могли бы этим разработчикам подсказать все-таки в каком направлении работать. Потому что мы все с вами знаем, есть у нас успешные кейсы, есть неуспешные, например, когда у нас в различном формате оцифровывались клинические рекомендации и дальше пытались применяться, мы знаем, как внедряются информационные системы в субъектах, вплоть до того, что у каждой медицинской организации в субъекте разные шаблоны документов, разные подходы к формированию этих документов, соответственно, должен быть все-таки какой-то единый протокол. Мы разделили источники данных на такие вот несколько глобальных разделов. Первое – это первичные данные о пациентах, медицинские информационные системы, лабораторные, в ЕГИС-ЭЗе первичные данные, в ВИМИСы, РЭМДы и есть регистровые данные, публикационные раковые регистры, информационная система ФОМС, реестр льготников, свидетельство о смерти и тому подобное. Сегодня мы говорим про публикационные раковые регистры и их место. Вот то, что я сказал, что нужно объединять данные и контролировать качество данных, мы говорим как раз в рамках вот этой вот парадигмы. Здесь такими кругами отмечены у нас идентификаторы пациентов, внутри системы и как они взаимодействуют. Здесь вот раковый регистр у нас на таком на полу пересечении между полисом, другими идентификаторами и СНИЛСами. Почему? Вот у кого, ну все, понятно, здесь пользуются раковыми регистрами, а у кого в раковых регистрах есть дополнительный идентификатор пациента, например, полис или СНИЛС? Ну, уже поменьше рук, да? А дальше, ну, возникает вопрос, то есть вот у вас нет идентификатора, по которому вы этого пациента могли бы отследить в другой системе. Соответственно, к чему это приводит? Что вы сопоставить эти сведения не можете, то есть вы, например, пользуясь аналитикой раковых регистров и аналитикой в МИСЕ, она может у вас различаться. Соответственно, это, на наш взгляд, ну, как бы большая проблема. Дальше я уже скажу почему. Сбор данных. Ну, я здесь не буду останавливаться, знаете, вы СЭМДы, у нас есть СЭМДы для РЭМДов, есть СЭМДы для ВИМИСа, есть СЭМДы, ну, можно назвать их СЭМДами, да, это реестры, счетов, это те же самые СЭМДы, они в формате XML, они расходятся, ну, есть разные правила их формирования, они расходятся в разные источники данных. Единственное, что их объединяет как раз в том, что в этих СЭМДах есть тот идентификатор, по которому этого пациента можно отследить. То есть в любом СЭМДе у нас есть, как минимум, это полис, где-то есть паспортные данные, кто-то еще и отправляет с НИЛС. Как эти данные отображаются? Здесь на экране вот получше видно, да, то есть у нас есть вся информация, то есть из этого машиночитаемого текста уже формируется человекочитаемый. Здесь у нас есть различные поля, как раз вот то, что Ирина Шамильевна сказала про классификаторы, да, то есть мы по этим классификаторам можем, например, выбрать пациентов, у которых какая-то стадия заболевания, у которых стадия ТНМ, или гистологический профиль, или молекулярно-генетический. В принципе, все довольно хорошо. Уже сейчас мы, в принципе, можем, даже получив этих данные, сделать какие-то своды, да, например, там, посмотреть количество пациентов с онкологическими заболеваниями, вот у нас стоят СЭШки, посмотреть, какие молекулярно-генетические исследования были сделаны этим пациентам, ну и в ряде случаев даже посмотреть, какие результаты. И единственная проблема, да, то, что у нас, например, вот здесь вот, если мы берем из какого-то МИСа такого глобального или реестра счетов, формируем эти диагнозы, то в эту аналитику попадают вот просто все диагнозы по всем пациентам. Если у одного пациента два диагноза, значит, здесь будет как бы, ну, два числа. То же самое касается и различных генетических маркеров. Мы с вами знаем, что не все они есть в номенклатуре медицинских услуг, значит, они не все есть в справочнике НСИИ, и, соответственно, по некоторым молекулярно-генетическим исследованиям мы, например, не можем сделать такую аналитику. И вот то, что я сказал здесь вот как пример, почему я говорил про качество, да, и контроль качества данных. Здесь вот на примере ВИМИСа, ну, в принципе, здесь для всех МИСов это как бы характерно. Мы видели и в своих субъектах, когда такая ситуация возникала. Ну, во-первых, у нас есть, ну, условно говоря, три пола, да, там, в том числе неопределенный. Ну, здесь вот у вас указано, да, там три человека неопределенного пола. И, например, если вы посмотрите вот здесь вот внизу, есть портрет, ну, как бы условно говоря, назовем портрет одного пациента, где у пациента три заболевания, да, что нас смущает? Первое, ну, С50.8, ну, никого не смущает рак молочной железы. С-97, ну, за качественное образование первичное множество, тоже никого не смущает. И третий диагноз С-61, рак пристательной железы. Ну, теперь начало, наверное, смущать, да, как бы, рак молочной железы, рак пристательной железы, ну, в одном человеке может совмещаться, но при определенных условиях. Может быть, как раз, ну, при определенных условиях и неопределенном поле. Но тут важно в чем? Что как раз вот контроли за внесением информации очень важны. И здесь мы как раз переходим уже в зону раковых регистров, да, потому что мы знаем, что раковые регистры ведут у нас специально обученные люди. Эти люди проверяют практически вручную все случаи, которые к ним поступают. Ну, и, соответственно, вот это все у нас, ну, как бы, пытаются не допустить таких ошибок. Для того, чтобы нам понять, на каком из этапов мы собираем какие данные, и как эти данные в последующем нам объединить и проконтролировать, мы для себя сделали, ну, условно говоря, такую вот эталонную модель. От момента того, как пациент пришел на консультацию, по нему внесли данные, ну, и, соответственно, дальше идет оперативное лечение, стадия заболевания, генетика и все остальное. Ну, такими вот кружочками МИЦ радиологии, ну, можно спросить, да, почему МИЦ радиологии, а мы МИЦ онкологии. Ну, потому что федеральный раковый регистр ведется у нас МИЦ онкологии имени Герцена. Соответственно, мы говорим, что здесь уже данные начинают поступать в раковые регистры. Как только у нас появился пациент с установленным диагнозом, эти сведения в форме номер 90 передаются в раковый регистр. Здесь уже нам, в принципе, не принципиально. Это из МИЦа передаются данные или эти данные заполняются специалистами. Главное, что эти данные дошли в раковый регистр. Ну, дальше у нас оперативное лечение форма 27, молекулярная генетика также у нас передается в этих формах. Дальше у нас идут различные МИЦ и ГИС-З. Опять же, но на каждом этапе вы видите, что у нас идет все равно раковый регистр. Потому что туда вносится информация о лечении, о генетике, о гистологии, в том числе, о исходах заболевания. К сожалению, мы не можем пока отследить исходы заболевания в виде, например, наличия прогрессирования. Но в качестве исхода смерти пациентов мы это можем посмотреть. И раковые регистры уже сейчас нам позволяют оценить общую выживаемость пациентов для каждой нозологии. И, соответственно, если этот раковый регистр действительно ведется качественно, все данные туда загружаются, то мы можем сказать, выживаемость в зависимости от стадии, от ТНМ, от гистологии, от молекулярно-генетического профиля, и даже частично, ну я сейчас скажу, что частично, от лечения. Потому что, к сожалению, опять же, здесь мы уходим в то, что приказ у нас сделан в 90-е годы, и, соответственно, в нем не все классификаторы прописаны. Если в вашем субъекте раковый регистр не поменял свои справочники, например, не перенес лекарственное лечение в КСГ, а использует справочники, которые у нас, ну, если вы знаете, там в НСИ, у нас справочник РР там стоит, да, раковые регистры, номер такой-то, то там схемы лечения не соответствуют КСГ. Ну, если вы по ним кодируете, дальше вам нужно делать какие-то внутренние перекодировщики для того, чтобы выйти на ту химиотерапию, которую действительно получал пациент. И, соответственно, для этого мы у себя, условно говоря, оцифровываем клинические рекомендации для того, чтобы понять, а как пациент должен получать лечение, и дальше уже с этим сравниваем, как пациент это лечение получил. Я вот сейчас не буду на этом сильно останавливаться. Про технологию я расскажу на заседании по информатизации. Но у нас мы, получается, так же, как я показывал вам вот этот вот бизнес-процесс, мы знаем, какие сведения, в какой источник данных по каждому пациенту должен передаваться, да. Соответственно, вот здесь, например, там уходит Цент по лекарственному лечению. Вот здесь вот это так выглядит оцифрованная клиническая рекомендация. Красно показаны препараты, которые принимаются оффлейбл. Ну, соответственно, мы дальше уже можем на основании этого делать какие-то свои наработки. Я дальше тоже покажу. Так как мы с вами, вот я уже сказал, да, то есть у нас вот раковый регистр, это как бы на такой вот эталон, условно говоря. Из реестров счетов мы забираем определенную информацию и можем посмотреть время окончания конкретного линии лечения, мутации, дата следующего лечения, как эти пациенты лечились. И, соответственно, когда мы раковый регистр используем как эталон, мы исключаем все ошибки, которые врачи внесли в другие информационные системы. Ну, условно говоря, если вот врач внес вот там в какой-нибудь реестр счетов или РЭМТ информацию о диагнозе, и этот диагноз неправильный, то мы правильный диагноз берем из ракового регистра, потому что там он точно выверен. Соответственно, все остальное мы отсекаем. Из ракового регистра мы берем информацию о стадии заболевания, о ТНМ, и, соответственно, уже на основании ракового регистра мы формируем модель пациента, на которую накладываем сведения из проведенного лечения, из реестров счетов. И тем самым получается, что когда мы смотрим выживаемость пациентов, мы можем посмотреть выживаемость в конкретной когорте с конкретными показателями, которые сформированы точно в раковом регистре, а лечение, которое пациенты получили на протяжении своей терапии, мы берем из реестров счетов, потому что там, по идее, должна быть точная схема лечения, потому что за это платят деньги и дальше проверяют. То есть если она будет некачественная, ну, соответственно, будут какие-то штрафные санкции. И здесь вот как раз момент в том, что почему мы говорим, что не надо сейчас на данном этапе отказываться от раковых регистров, потому что там действительно актуальные данные, которые уже собираются практически 25 лет. И если мы сейчас резко просто остановимся, мы дальше потеряем всю нашу статистику, аналитику и в том числе выживаемость. Что сейчас? Здесь вот мы представлены как бы аналитическая панель. Соответственно, на основании тех данных, которые мы собираем, из различных источников, ну, вот это вот как раз у нас сейчас популярные, да, даже дашборды, там, рабочие столы, аналитические панели, как раз вот инструмент врача, на наш взгляд, должен быть вот в формате таких вот, ну, условно говоря, BI-инструментов, да, то есть где ни цифры, ни таблицы, ни вот эти алгоритмы, которые я показал, а какие-то уже выгрузки, которые вы, как врачи, ваши специалисты могут оценить и, например, оценить какую-то динамику, соответственно, вам можно вот предоставить. Здесь такие вот у нас тестовые данные, да, мы специально как бы, чтобы никого не обижать, вот, тестовые данные. Но, в принципе, к любой системе это можно подключить, объединить и дальше уже делать свои заключения. Какая проблема, да, существует, ну, такая вот большая? Прежде всего, то, что, конечно, ко всем данным не у всех есть доступы. У нас есть ограничения по медицинским информационным системам, и, скорее всего, ну, на уровне онкологических диспансеров, это сведения из МИСов, ЛИСов, раковых регистров, информационной системы ФОМС, но, опять же, не во всех субъектах, в некоторых субъектах вы можете только по своей организации смотреть, ВИМИСы, ну, сейчас вот мы проблему знаем, да, как бы не будем ее сегодня озвучивать, сведиться о смерти. Опять же, мы знаем, какие проблемы существуют в том, что у нас, например, есть ли смерти в других регионах, вот сейчас еще пока есть проблемы в том, чтобы вы видели причину смерти вашего пациента, если он умер в другом субъекте. Ну, как бы, в этом есть проблема, но вы, по крайней мере, можете увидеть, что пациент жив или умер. Минздравы субъектов имеют более, такой, как бы, доступ, да, к данным, это и ВИМИСы, реестр льготников, следствия о смерти, региональная система ваша государственно-информационная, вот информация про всю медицинскую помощь, и в том числе МИШТЭРы, ну, и, соответственно, кто-то может посмотреть в ЕГИСызе, в РЭМДах, ну, вот у нас, например, есть там специальные учреждения, которые, в принципе, могут туда зайти посмотреть. Мы этих данных не видим, вы их не видите. И как раз вот вопрос в том, что раковые регистры, которые вы ведете, вы их видите, и вот мы всех призываем, чтобы вы их вели качественно, это вот как раз ваш инструмент для вашей оперативной работы в субъектах. И дальше, как раз через раковые регистры, вы делаете проверку со всеми другими системами. Потому что вот у нас есть, например, ну, это методические рекомендации, да, как оценивают диспансерное наблюдение за онкологическими пациентами. У нас субъекты, в принципе, достаточно хорошо ведут раковые регистры. Там есть весь контингент, есть, когда они приходили. Но отчетная точка для передачи информации по этому целевому показателю – это ФОМС. Соответственно, у нас в северо-западном субъекте из-за этого мы достигли показателей 72%, а не 75%, как был установлен, потому что в некоторых субъектах эта информация через ФОМС не прошла. Хотя в раковых регистрах это все есть. И как раз задача на уровне субъекта, и тоже было распоряжением Михаила Альбертовича о том, что делать на уровне субъекта сверку данных раковых регистров и реестров счетов. Если не ошибаюсь, письмо там было в январе этого года. И, соответственно, вот как раз мы призываем к тому, что раковые регистры должны вашим быть рабочим инструментом, качественным, и на основании этих раковых регистров вы делаете все сверки и передаете информацию вышестоящим организациям, для того, чтобы только на основании раковых регистров принималось решение. Уже в заключении, какие преимущества раковых регистров? Ну, прежде всего, данные собираются в одной точке. Обычно это онкологический диспансер, либо МИАЦ. Данные проходят проверку в ручном режиме врачами раковых регистров. То есть специалисты, конкретно которые сидят, и эти данные, условно говоря, верифицируют. И то, что мы призываем разработчиков, если разработчики здесь есть. Есть разработчики, нет? Разработчиков нет. Ну, мы их призываем к тому, чтобы, когда они пытаются какую-то гипотезу о том, что раковые регистры они сейчас делают на уровне медицинской информационной системы у себя внедрить, не забывали, что все-таки за качество данных отвечает конкретный специалист, а не какой-то алгоритм. Мы, как вы видели, да, то есть мы за информатизацию, за цифровизацию. Но есть конкретные ключевые важные точки, где от человека, к сожалению, сейчас еще пока не уйти. Мы знаем, что некоторые раковые регистры уже имеют в своей структуре встроенные алгоритмы проверки качества данных. Мы разрабатывали вместе с Novell модуль специальный на базе контроля качества, который МАИР делает, для того, чтобы как раз наши раковые регистры были поданы в рак на пяти континентах. И, в принципе, у нас северо-западного федерального округа за последние пять лет удалось сделать так, что, если не ошибаюсь, у нас семь регистров были поданы в рак на пяти континентах и приняты к публикации. Соответственно, методология внесения данных в раковые регистры отработана за последние 25 лет. То есть, в принципе, даже несмотря на то, что приказ уже 135-й, он устарел, но на основании этого приказа все равно методично по всей стране в одинаковом формате эти все врачи работают и вносят информацию. В раковых регистрах идет накопление данных за предыдущие периоды. Что это значит? Что если мы с вами делаем срез на какое-то время, например, по заболеваемости, мы подаем данные в седьмой формы в феврале, отправили, сборник опубликовался, все хорошо, но информация в раковые регистры доходит дальше. И, соответственно, у вас на каждый последующий месяц количество этих пациентов увеличивается. Соответственно, раковый регистр для вас, в том числе для расчета, например, потребностей в лекарственных препаратах, в оказании медицинской помощи, как раз является тем актуальным инструментом, где есть действительно все ваши сведения. К минусам, что не все раковые регистры могут в автоматическом режиме интегрироваться с медицинскими информационными системами, нет автоматической системы, позволяющей сверять данные в раковых регистрах и иных информационных системах. Мы над этим работаем у себя, мы пытаемся помочь регионам и свести эти данные вместе и с сведением ФОМС, и льготного лекарственного обеспечения, в некоторых случаях с МИСами. Для чего? Как раз для того, чтобы у нас своевременно поступала информация обо всем лечении онкологических пациентов, чтобы у нас появлялась информация о всех пациентах, которые уже выявлены, но информация о которых не передана в раковые регистры. И в том числе, если заболевание выявлено в другом субъекте, например, у нас в Санкт-Петербург, Ленинградская область оттягивают на себя большинство пациентов, и чтобы раковый регистр, например, в Республике Карелия, Архангельской области, своевременно узнал о появлении такого пациента в другом субъекте. Потому что зачастую бывает как, пациент заболел в Санкт-Петербурге, какое-то лечение здесь получает, запрогрессировал, приехал в Карелию, и оказывается, что ему нужна сейчас таргетная терапия, на которую Карелия не рассчитывала. Для того, чтобы они уже были в курсе наличия такого пациента вообще в целом на территории, мы пытаемся объединить все эти данные. Благодарю за внимание, сейчас у нас будет дискуссия, я тоже готов на нее ответить. Спасибо большое. Спасибо, Юрий Игоревич. Спасибо. 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 Спасибо.